По традиции первого слова к гостям Александр Павлович. Я хочу поздравить команду Паркер с победой, пожелать им оказаться НЛ и хорошей игры там. Я думаю, что это случится. Что касается игры, надо сказать, что нервозность такая присутствовала, может быть, с одной и с другой стороны. Но у нас это естественно, потому что все хотят обязательно победить, даже несмотря на то, что факел лидер, потому что другого пути как бы нет. И отсюда вот эта скованность некоторая, она мешала все-таки более так раскрепощенно работать с мячом, более технично, я бы сказал, и, конечно, не все получалось. Но за второй там я своих ребят сейчас поблагодарил, что они хорошо двигались, лучше, чем, может быть, всегда. И то, что игол забили, в общем-то, у которого, ну, мало, конечно, почти не было ударов. И хотя бы такой удар один мог нам принести, ну, очко, может, которое бы нам, как бы, пригодилось. Ну, еще раз хочу сказать, что факел проявил там волю до конца, и все-таки сумья у нас победит. Вопросы? Александр Павлович, в 2001 году Вы возглавляли в аэроличскую команду, работали в элитных дивизионах, сегодня Вы тренируете гидераличного аутсайдера, это предел амбиции или это вот... Ее мечтание выходить? Ну, мечтание, амбиции, чего, все-таки человек... Да ничего, просто у команды тяжелое положение было, пригласили, чтобы выправил, вот и все. И я находился без работы как раз в этот период, и принял решение такое, чтобы поработать и постараться их вытащить. Ну, а дальше что? Пока все сомнится, дальше посмотрим. Фанел идет, Валежий, в дальний класс, мы не можем сейчас пока ничего загадывать, все, может быть, но... Задача пока не вылететь, будет так говорить, с этой командой, хотя очень сложно, очень сложно. У нас три игры осталось, практически надо все выкатить. Еще вопрос. Александр Павлович, с каким чувствами Вы ехали в город, потом работали? Да, я люблю Воронеж, и, конечно, воспоминания у меня всегда очень хорошие о команде, прежде всего, потому что действительно команда играющая. Вот, Саша, когда капитан команды был тогда, вот. Немножко, вот, какой-то рок нас преследовал, если вспомнить, да, когда он ломает руку в одной игре Гончаров, в следующей игре Пщельников ломает руку, в следующую игру на 92-й, 90 плюс 2, здесь Сокол нас обыграл, да, как... Кошмаром мог забить, еще там кто-то добивал, да, потом едем, Новороссийск, 90 плюс 2, выпускается на мяч, вообще, вот, пустые ворота, там, у нападающего, ну, просто какое-то невезение было. Нам всего надо было одну игру выиграть, всего, и мы бы тогда сохранили. Иначе хорошо, ротор, а играли дома. Да, начало было хорошее, потому что я всегда вспоминаю с теплом, вот, и город, и своих игроков, которые, как бы, честно, добросовестно так играли, трудились. Вы посмотрите, сколько тогда болельщиков ходило, вот, я сейчас даже футболистам, он установил, сказал, от 15 до 25 тысяч. И, говорю, посмотрите теперь на, есть нарезки, там, ютуби, вот, то, что с ЦСКА тут творилось, когда с боем поливали этих болельщиков и так далее, какая игра была. Для нас ничья даже дома была плохо, даже ничья была плохо, но вот эта вот игра несчастная со Спартаком, причем, если вспомнить, мы с Кокой били момента в начале, изобилие, причем классические, именно в стиле Спартака, выиграли комбинации, такие были классные, но не забивали. А две ошибки защитников, здесь вот Шишкин упал, вышли 1 на 1, 5-0, и вот это несчастье, которое, ну, когда женщина погибла, вот, и Батищеву пришлось уйти. Ну, я с благодарностью воспоминаю, у нас и сейчас такие добрые отношения с этими людьми, кто со мной работал. Поэтому я вот Саше, как молодому тренеру, я желаю, конечно, удачи, удачи, терпения, там, ну, все, побольше, конечно, знаний получать и так далее. А видно было, когда Александр Щеглин был игроком, что у него какой-то тренерский потенциал, вот, просматривался? Я сразу скажу, вот, капитаны команды, как правило, они и тренеры, это лидеры на поле, и они уже больше, как бы, и видят, и знают, и опыта у них больше. И отсюда только добавляют потом знания, это высшая школа тренеров, например, вот, или самостоятельное какое-то обучение, и, как правило, становятся тренеры. Вот, поэтому и Саню я видел, и Радика Емлеханова я видел, потому что они действительно, они настоящие были бойцы, настоящие лидеры своей команды. Они тащили, как бы, за собой всех остальных, и бескровный, в том числе, вот, тоже тренер, и Сафронов, сейчас начальник команды, и Калуги, и Шуканов был в Динамо, Минске тренером, там, по-моему, даже чемпионом они стали. То есть, есть, кого вспомнить, и есть, что вспомнить. Ну, вот, мне всегда приятно. Воспитали вы еще капитально своего волос сегодня? Ничего страшного, вы знаете, ничего страшного, я даже рад. Ничего страшного, пусть двигается, они молодые ребята. И, конечно, у них еще впереди большой, тяжелый такой труд, и тернистый путь будет, и шишки будут, и победы будут, так что я вот и желаю, как раз. Все сразу. Спасибо. Ну, всех с победой, во-первых, Николай сейчас сказал, что у них каждая игра на нервах, у нас, в принципе, то же самое, это независимо от того, что мы прочно занимаем второе место, но все от нас требуют только побед, и те вот осечки, которые с Ливском произошли, и в Старом Осколе, это, естественно, вносит нервотрепку в коллектив, и в этом плане, конечно же, мешает. Второй момент, который нам мешает, это у нас каждую игру по разным причинам выпадают, ребята, или травмы в дисквилификации. После Оскола три человека у нас выпало Свистунова, Башев и Гицелов, и не факт, что они установятся к концу сезона. И сами понимаете, что в каждую игру, если новые люди появляются, это откладывают отпечаток. Ну, по сегодняшней игре, если коротко сказать, в принципе, я считаю, мы заслужили эту победу, и те моменты, которые у нас были, и само содержание игры, конечно, были огрехи, но я считаю, содержание игры было более-менее нормальным. И думаю, если мы будем в этом направлении дальше держаться за эту игру, у нас будут хорошие результаты. Еще раз повторяю, для того, чтобы показывать стабильный игру, нужно эволосированный состав иметь хотя бы пациентов на 90. Как Мадилова лечить, чем? Мадилова? Да. Что нужно делать, чтобы он не запускал? Ну, я понял. Понимаете, такой момент, когда вратарь в Севуру стоит без работы, и это не очень хорошо. С одной стороны, это хорошо, когда у наших ворот нет моментов, а с другой стороны, это плохо. Приведу пример, игра с Рязани у нас, когда за оборону провалило игру, Мадилов, я считаю, был героем этой игры, он вытащил эту игру, потому что у него постоянно была работа. Сегодня я только к этому отношу, но да, это несчастье, это хорошо, что спасли игру, но я думаю, потому что не был момент, особо работы не было, и здесь игровой тонус он к концу игры потерял. Отличить Леонид, я понимаю, забивать нужно не один мяч, а сразу. Независимо от того, от дальнейших планов команды, то есть ФНЛ или 2-я лига, просмотр новых людей ведется сейчас, потому что независимо от того, где мы будем играть, даже если оставимся в зоне центра, то, наверное, мягко говоря, процентов 50 нужно. Можно. Ну, мы пока не будем говорить, насколько будет обновляться, усиливаться команда, здесь вопрос в другом. Вот ты правильно заметил, селекция, в принципе, ведется, но, естественно, соглашать никого не будем, никакие фамилии. Ну, второй вопрос, какое усиление должно быть под какую лигу, если это ФНЛ, там совершенно другой уровень и совершенно другие финансовые условия у футболистов. И то же самое, если сейчас подбирать по второй лигу людей, тут, соответственно, тоже должны быть люди те, которые будут с прицелом на будущее, должны быть игроками ФНЛ, если у нас будет вторая лига. Вот президент сейчас вернется с командировки, мы уже должны просто определяться по этому вопросу. И такой еще вопрос со второго места, когда это решится, понимаете? Если у нас пятого числа игра, последний, нам говорят или туда идите, или сюда, я думаю, это уже надо сейчас определяться с этим вопросом. Там все про все, по-моему, там ровно месяц будет. То есть мы заканчиваем, а через месяц ФНЛ начинает. А там как, допустим, среди вторых мест, там коэффициенты будут, да? Потому что там и Новороссийский, и Тюмени. Ну там, я насколько знаю, четыре команды, по-моему, подали на лицензирование со вторых мест, на лицензирование ФНЛ. А по коэффициентам, там, ну я не знаю, как точно, не могу это решать по набору очков или там, точно не могу. Ну там, ну там очень большие финансовые проблемы, там, не знаю, ну очень тяжело им будет остаться из-за финансовых проблем. Там весь сезон это везде. Не, ну и так может, но то, что с финансовыми проблемами большие.